Шесть участников с разных предприятий города работают под наблюдением компетентного жюри. По заданию конкурсанты должны сделать опалубку, положить арматуру и залить ее бетоном. На все отводится меньше часа. Есть определенные строительные стандарты, на которые и ориентируются бетонщики. А какими же могут быть ошибки? Не соблюдение длины армирования, неправильно расположить каркас, который вкладывается в бетон, чтобы действительно изделие было прочным. После заливки железобетонной плите дадут высохнуть, и тогда эксперты оценят ее качество. Будет проверяться изделие на предмет, опять же, геометрии еще раз, да, допуски, длина, ширина, толщина и так далее. Качество, категории поверхности, то есть сколько будет присутствовать пор, допустим, или околов, или каких-то неровных участков. Ветераны производства рассказывают, что в советское время такие конкурсы проходили постоянно, с развалом Союза прекратились. Хотя специальность по-прежнему востребована. У нас есть дефицит кадров, кадров именно рабочих профессий. Начиная от формовщиков, бетонщиков и заканчивая контролерами ОТК, технологиями. Это проблема всего рынка в целом, потому что определенный период времени наше высшее заведение, среднее учебное заведение выпускали специалистов, которые нужны для других отраслей. Организаторы рассчитывают, что в следующем году участников будет еще больше. Кто станет лучшим бетонщиком города 2019 года, объявит завтра. Победители, согласно занятым местам, получат от 30 до 50 тысяч рублей. Обладатель первого места уже в июне поедет в Петропавловск-Камчатский для участия в подобном конкурсе, но теперь уже федерального уровня. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.